Здравствуйте, дорогие телезрители! Я вновь продолжаю вам рассказывать об экосистемах широколейственных и смешанных лесов. Конечно, эти экосистемы очень разнообразны. С одной стороны, мы можем с точки зрения экологии рассматривать данную экосистему как единую. Но в то же время, внутри существуют более мелкие группировки, так как слово «экосистема» нам достаточно обширное, то есть мы, в принципе, экосистемой можем называть как, например, разлагающееся дерево, так и всю биосферу в целом, то, конечно, мне хотелось бы сказать, что внутри экосистемы широколейственных и смешанных лесов представлено множество самых разнообразных экосистем, которые в первую очередь отличаются своим видовым составом благодаря климатическим условиям. Ну и вообще, весь облик экосистем суши у нас очень зависим от климата, и, в частности, от широтного положения. Ведь именно широтное положение определяет количество солнечной радиации, которая поступает на поверхность, и ее внутри годовое распределение. Например, наша страна расположена между 77 и 41 градусом северной широты, ну а основная ее площадь находится между 50 и 70 градусами северной широты. Ну и поэтому, конечно, у нас особое значение имеют в нашей стране экосистемы широколейственных и смешанных лесов, и, конечно же, экосистемы хвойных лесов, о которых мы уже говорили. И, безусловно, когда мы рассматриваем экосистемы, большое значение имеет также положение определенного географического района по отношению к океану. От этого зависит распределение облачности, которое влияет на соотношение прямой и рассеянной радиации, ну и также, конечно же, поступление влажного морского воздуха. Ну и решающее влияние на развитие циркуляционных процессов у нас оказывает положение территории по отношению к так называющим центрам действия атмосферы. Ну вот на ту же самую экосистемы широколейственных и смешанных лесов у нас влияет также, например, арктический воздух. Ну и, безусловно, самое важное значение в том видовом разнообразии, которое мы видим в экосистеме широколейственных и смешанных лесов, имеет, безусловно, влияние, с одной стороны, на западе атлантического воздуха, а на Дальнем Востоке, безусловно, ощущается влияние, климат там уже более суровый, так как мягкий атлантический воздух до него не доходит. Ну и, безусловно, рельеф также значим, и он тоже может определять видовое разнообразие экосистем. То есть рельеф мы тоже можем рассмотреть как эдофический фактор. Например, если говорить о России, то размещение гор по восточной и частично по южной окраинам страны, открытость ее к северу и к северо-западу как раз и обеспечивает то, что, например, в европейской части России, там, где расположена значительная часть широколейственных и смешанных экосистем, воздух приатлантический для этих экосистем становится доступным. И в то же время горы у нас ограничивают влияние Тихого океана и Центральной Азии. Именно поэтому, конечно же, мы видим и различные температурные условия, о которых я уже говорил. Даже суровость зимы зависит не только от того, от северного или более южного расположения, но и, конечно, и где расположена та или иная экосистема, в том числе на западе или востоке. Ну, а теперь мы продолжим путешествие по экосистемам широколейственных и хвойных, и смешанных, прошу прощения, лесов. И сейчас мы говорили уже о том, что, в принципе, в этих экосистемах ярусность выражена более четко по сравнению с экосистемами хвойных лесов. Ну, и здесь мне хотелось бы отметить следующее, что если первый ярус, древесный, он выражен очень четко в то же время, если мы говорим о кустарниковом ярусе, то здесь наблюдается очень серьезная изменчивость от почти сплошного до совершенно изреженного. То же самое касается и травянистого покрова, который образован многолетними мизофильными растениями. То есть это растения мизофильные, которые, в принципе, могут, с одной стороны, переносить определенные и перепады температур, и относительно, опять-таки подчеркну, обладают, более верно сказать, средней устойчивостью к засушливым условиям. Значительную роль в экосистемах, если мы говорим о травянистом ярусе, играют эфемероиды, которые развиваются и цветут ранней весной. И на небольшой промежуток времени они становятся господствующими видами, и вот такие растения у нас называются временными доминантами. Ну, после того, как у нас распускается листва, конечно же, в экосистемах широколиственных и смешанных лесов резко изменяются световые условия. Освещённость падает, и, соответственно, это становится неблагоприятным для многих растений. Именно поэтому как раз эфемерные растения у нас вполне могут существовать в этих экосистемах. В наиболее мягких условиях, так как пока ещё растения, например, не распустились, основные, которые господствуют в экосистемах широколиственных лесов, например, та же самая берёза, тот же самый дуб, тогда, естественно, растениям нижних ярусов нужно как можно скорее успеть зацвести. И это является важным условием для их дальнейшего существования. Ну и в тех условиях, когда зима у нас мягкая, и температурные условия позволяют, у нас уже, например, в конце зимы зацветают некоторые виды цикламинов. Для экосистем широколиственных и смешанных лесов также характерно практически полное отсутствие однолетних растений. Мы говорили о том, что видовое разнообразие как с запада на восток, так и с севера на юг сильно различны. В одних экосистемах господствует дуб, в других, в более южных, мы видим доминирование бука, ну а экосистемы Дальнего Востока весьма специфичны. Там растет достаточно большое количество растений, которых можно даже назвать эндемиками. То есть они встречаются только в данной экосистеме. С одной стороны, экосистемы Дальнего Востока более разнообразны, чем большинство других экосистем широколиственных и смешанных лесов. Среди преобладающих растений можно назвать, например, клен, в том числе и клен мелколистный, ну который, конечно же, играет меньшую роль, чем основные доминанты, но, тем не менее, его можно встретить в экосистемах широколиственных и смешанных лесов Дальнего Востока. Встречаются различные виды кленов, среди которых клен манчурский и некоторые другие растения. Кроме того, опять-таки, встречается еще и примесь на Дальнем Востоке различных хвойных пород. Вот, опять-таки, и название подтверждается – широколиственные и смешанные экосистемы. Ну и теперь вы, наверное, понимаете, почему мы все-таки вот эту экосистему отделяем отдельно от экосистемы хвойных лесов, несмотря на то, что в некоторых экосистемах широколиственных и смешанных лесов на доминирующем, на первом ярусе, на основном ярусе количество хвойных может доходить почти до 50%. Конечно же, это связано с тем, что в весенний период световые условия ближе все равно даже к чисто широколиственным лесам. И как раз растения нижних ярусов, они тоже имеют примерно условия, похожие для большинства широколиственных лесов. Второй ярус растений, если мы говорим о Дальнем Востоке, тоже достаточно хорошо развит. И там мы можем встретить некоторые широко известные растения, например, такие как сирень, маакия. Ну а вот сейчас бы мне еще хотелось бы поговорить о таком растении, как барбарис. Это растение, с одной стороны, очень декоративно. И сейчас, в принципе, некоторые выращивают его даже на приусадебном участке. Хотя очень часто они не придают значения данному растению и не всегда любят его культивировать. Ну, наверное, это связано с тем, что многие не знают свойств данного растения. Хотя растение еще и чрезвычайно полезно. С одной стороны, например, плоды барбариса можно использовать в качестве источников витаминов. А также иногда используют и листву барбариса. Но дело в том, что когда пробуешь, например, тот же самый барбарис, ощущается горьковатый, незначительно горьковатый привкус. С чем же это связано? А дело в том, что в этом растении содержится большое количество алкалоидов. А самый главный из алкалоидов, которые содержатся в барбарисе, носит название алкалоид берберин. И даже вот химический состав, если мы с вами стали бы его изучать, он сильно различен как плодов и листьев, так и корней. Вот в корнях барбариса этого алкалоида значительно больше. И в качестве лекарственного сырья, конечно же, корни представляют больше интерес. Поэтому, конечно, и тот, кто заготавливает барбарис в лечебных целях, то фактически это приводит к тому, что барбарис просто-напросто исчезает. И даже сейчас ищут источники сырья этого алкалоида, в том числе и в таком направлении, как биотехнология, для того, чтобы сохранить барбарис. Так вот, и тот же самый алкалоид берберин сейчас находит применение для лечения различных заболеваний печени. А последние данные показали то, что берберин имеет противоопухолевую активность. Ну и также мне хотелось бы сказать, что в корнях этого алкалоида значительно больше. И поэтому вкус, например, у настоя корней, безусловно, очень горький. А вот в плодах концентрация значительно меньше. И там, в первую очередь, плоды барбариса рассматриваются как витаминное средство. И применение совершенно, естественно, другое. Ну и мы можем обратить внимание на барбарис, на это достаточно эффектное растение, которое тоже можно встретить в экосистемах широколиственных и смешанных лесов. Ну а сам барбарис – это многолетний кустарник, высота которого составляет от 1 до 2,5 метров. Представитель семейства барбарисовых. Цветет барбарис в мае-июне. Цветки его маленькие желтые собраны в повеслые кисти и имеют своеобразный сильный запах. Дело в том, что практически все части растений все равно в той или иной степени содержат алкалоид берберин. Также очень часто можно, например, встретить с продажей мед с барбариса, который имеет приятный аромат и вкус. Размножается барбарис семенами. Ну, если говорить о том, как его выращивают, например, уже в промышленных целях, то его иногда используют семена. Следующее растение, которое мы тоже можем встретить на Дальнем Востоке, во втором уже ярусе, это растение, которое носит такое сложное название, как маакия. Кроме того, уже во втором ярусе древостоя мы можем встретить также низкорослые клены, черемуху маака. Это я все говорю про Дальний Восток. Также некоторые виды вишен и даже такое растение, как сирень. На Дальнем Востоке и много очень интересных растений. И если вообще говорить, то, во-первых, там встречается очень большое количество растений адаптогенов, среди которых можно назвать и элеотеракок. Долгое время считали, что вряд ли у элеотеракока есть адаптогенные свойства, то есть способность повышать иммунитет, потому что ближайшим родственником женьшени он не является. Но, тем не менее, это растение, которое мы можем обнаружить в подлеске дальневосточных, широколиственных и смешанных лесов, имеет массу лечебных свойств. И листья, и корни этого растения обладают иммуномодулирующим действием. И поэтому элеотеракок частично повторил судьбу женьшени. Он уже относится не к очень широко распространенным видам, так как в течение долгого времени его, дикорастущий элеотеракок, использовали для заготовок в качестве лекарственного сырья. Кроме элеотеракока, в подлеске мы можем обнаружить еще другие разнообразные кустарники. С одной стороны, это та же самая лещина, о которой мы уже с вами говорили. Также мы можем встретить такое растение, как аканта панакс, оралию маньчжурскую. Это тоже растение адаптоген, и она дает больше листовой массы. И листья тоже можно использовать в качестве адаптогена. И поэтому сейчас оралия привлекает внимание большого количества ученых, чтобы использовать ее как заменитель женьшени и элеотеракока. Хотя могу сразу отметить, что оралия обладает меньшей иммуномодулирующей активностью. Но не всегда нужна очень высокая иммуномодулирующая активность. Также в подлеске мы с вами можем обнаружить такое растение, как жимолость. Жимолость растения очень эффектная. Причем на Дальнем Востоке встречаются самые разнообразные виды жимолости. А вообще жимолости около 200 видов, которые составляют один большой род жимолости. Жимолость расселилась по всем континентам Северного полушария. Жимолость очень разнообразна, как по форме роста. Мы можем даже встретить жимолость в виде лианы. По размеру кустарника величина и окраска листьев также очень разные. Кроме того, бывает жимолость с загадочной формой цветков. И, конечно же, жимолость очень привлекательна, когда мы можем видеть ее обильные плоды, которые могут тоже быть совершенно разной окраски. От белого, синего, различных оттенков красного, темно-вишневого, и даже встречаются плоды черного цвета. Ну, а латинское название жимолости, вот этому обширному роду кустарников, было дано в честь немецкого врача и ботаника Адама Ланицера, который жил в XVI веке. Жимолости обычно в природе у нас широко представлены, как раз в экосистемах смешанных и широколиственных лесов. Мы их можем встретить на подлеске. Также жимолости могут встречаться на равнинах, в горах. А есть даже скальные виды жимолости. То есть, встречаются они и в высокогорье. Эти кустарники имеют очень твердую и прочную древесину, зеленовато-желтого или бурого цвета, который идет также на изготовление различных поделок. И поэтому иногда жимолость имеет другое название – древо-кость. За счет ее, конечно, ценной древесины. Плоды жимолости, как правило, несъедобны. Если бы мы с вами их попробовали на вкус, то они оказались бы очень неприятными. И они являются лакомством для некоторых видов животных, птиц и зверей. В одной из книг я даже прочел, что, оказывается, плоды жимолости ядовиты. Но, тем не менее, сказать так все-таки это неверно. Если вы съедите большое количество жимолости, то вы можете получить только лишь расстройство пищеварения. Но, тем не менее, есть жимолость, которая имеет съедобные плоды. Плоды такой жимолости покрыты таким голубым. Они имеют голубую окраску, либо темно-синюю. И, как мы видим, на них такой небольшой налет, темно-сизый налет. И вот такая жимолость, безусловно, имеет очень высокие вкусовые качества. При этом вкус у них также очень различен. Ведь это группа самых разных видов. В природе такие жимолости растут от Прибалтики до Камчатки. Но, тем не менее, те, которые растут в Прибалтике, все-таки имеют большую горечь и более низкие вкусовые качества. Ну, а среди самых сладких ягод жимолости – это те кустарники, которые растут на Дальнем Востоке. А самое первое упоминание о жимолости голубой, как ягодном растении, встречается у русского ученого-исследователя Камчатки Крашенинникова в книге «Описание земли Камчатки», которую он написал в 1751 году. Ну и, безусловно, сейчас даже вы можете увидеть жимолость и в качестве лекарственного средства продают различные концентраты и соки, и жимолость можно использовать в качестве источника различных витаминов. Ну, вновь возвращаясь к этому кустарнику, мне хотелось бы отметить следующее, что в основном жимолости – это высокие раскидистые кустарники до 2-2,5 метров высоты, хотя бывают и более низкие. Это уже такие, так называемые, приземистые формы. В мае одновременно с распусканием листьев жимолость голубая или сведобная цветет бледно-желтыми цветками и привлекает массу чок. А вообще жимолость скороплодна и дает самые ранние плоды. Поэтому сейчас, конечно же, она привлекает внимание и, с одной стороны, как декоративное растение, специалистов в области декоративного садоводства, также специалистов в области лекарственных растений и, конечно же, дачников. Следующее растение, которое мы тоже можем встретить в Подлеске, Дальнего Востока – это сирень. Ну, конечно, там в основном распространена сирень амурская. Сирень, конечно же, достаточно ценный декоративный кустарник. Ну, и мне хотелось бы сказать следующее. Сирень – представитель семейства маслиных. Конечно, мы сирень знаем в первую очередь как растение, которое используется в городском озеленении. Сирень радует нас своими цветами в мае или в первой половине июня. Цветы сирени выделяют очень большое количество нектара. Ну, и мне хотелось бы отметить, что сирень сейчас привлекает внимание специалистов в области городского озеленения, так как она устойчива к различным стрессовым факторам. А последние исследования в области лекарственных растений показали то, что, оказывается, сирень еще имеет и массу лечебных свойств. Но, тем не менее, использовать сирень в качестве лекарственного средства нужно очень аккуратно, потому что у нее существуют и определенные противопоказания. Очень необычен подлесок Дальнего Востока, широколиственных и смешанных лесов. Там встречается очень большое количество разных декоративных видов, среди которых рододендроны, дальние родственники азалий. Ну, а сейчас мы поговорим о животном мире. Но прежде чем мы будем говорить о животном мире, мне хотелось бы еще сказать следующее. Мы говорили о том, что, если мы говорим об экосистемах широколиственных лесов, то, оказывается, у нас в подлеске вообще часто встречаются и хвойные растения. И вот у меня, например, здесь лежит хвойная шишка. Это шишка кедровой сосны. Так вот, оказывается, кедровую сосну мы можем встретить тоже и на Дальнем Востоке. Причем, чем интересна кедровая сосна? Не зря мы сразу уже с вами перешли к животному миру. Кедровая сосна, конечно же, содержит кедровые орехи. Я еще раз повторюсь, что кедровая сосна все-таки это не кедр, как очень часто мы называем, а именно сосна. Так вот, кедровая сосна содержит кедровые орехи, которые тоже служат пищей, источником пищи, не только в хвойных экосистемах, но и в экосистемах смешанных лесов. Поэтому здесь мы можем даже, опять-таки, увидеть шишку, кедровую шишку, которая тоже является источником питания. Причем, очень многие животные используют как семена, так и шишки в качестве одного из основных источников питания. Ну, вот как раз вот кедровая шишка, да, она, как и в хвойных экосистемах, является источником питания, например, для тех же самых белок и многих других грызунов и птиц. И то же самое можно сказать и об экосистеме широколиственных и смешанных лесов. Ну, и семена растений, вот здесь у нас просто представлен пример в качестве семян, также являются источником питания для многих животных. Хотя я бы вообще хотел провести аналогию и по поводу семян, и по поводу шишек, что здесь вот зависимость, конечно же, нет такой четкой зависимости, как в экосистемах широколиственных, как в экосистемах хвойных лесов. То есть в хвойных лесах очень сильные колебания. Это связано с тем, что хвойные породы, их урожайность очень сильно различна. И обычно бывает такой явный высокий урожай, который приходится на один раз в 5-7 лет, а затем численность животных очень сильно падает. В то же время, если мы говорим о широколиственных лесах, то здесь видов уже больше, и, конечно, вот такого сильного падения мы часто не наблюдаем. Да и урожайность все-таки, так как даже когда хвойные встречаются в качестве примеси, все равно есть и лиственные деревья, которые тоже являются основой источника питания для многих животных. Ну а теперь поговорим о таком животном, как кабан. Вот сейчас он у нас появится на картинке. И здесь мне хотелось бы отметить следующее. Кабан или дикая свинья достаточно широко распространенный вид. Он населяет Европу на север до Скандинавского полуострова. В Азии обитает повсюду, до Южной Сибири, Сабайкалья и Дальнего Востока к северу. Населять кабан может и тропические районы материка. Известно более 25 подвидов. Но все они имеют типичный облик кореностного животного с длиной тела 130-175 см и высотой до 1 метра. Редкая, немного больше и масса тела чаще 60-150 кг. Иногда доходит до 275. Тело кабана покрыто упругой щетиной. Голова у него очень большая, кленовидно вытянутая вперед. Уши длинные и широкие. Глаза маленькие, рыло с пятачком. На Дальнем Востоке кабан обитает как в кедровниках, так и в смешанных лесах. Ну, если говорить о предпочтении, то, конечно, кабан у нас предпочитает орехово-плодовые рощи. Так что не зря мы с вами как раз говорили о кедровых шишках. То есть кабан у нас встречается и как в экосистемах хвойных, где у нас доминирует кедровая сосна, так и в смешанных лесах. Питается кабан самой разной пищей, которую можно разделить на 4 группы. Первое – корневище, клубни, корни, луковицы растений, которые добывает кабан большую часть года по всему ареалу. И которые, в зависимости от того, в какой конкретной экосистеме он обитает, да, и какие в данный период условия могут составлять от 18 до 96% всего рациона. Не прочь кабан, палаковица, и плодами фруктовых деревьев любит он и ягоды, и орехи. Ну и не брезгуют и семенами, которые кабан использует после их созревания и в случае хорошего урожая зимой добывает из-под снега. В конце лета и осенью данные карма могут составлять до 80-98% от всего пищевого рациона. Вегетативные и надземные части растений также кабан употребляют в пищу. Зеленые части травянистых растений, конечно же, потребляются в основном весной, а кора, ветки, побеги и ветошь, как вынужденный кор, используются в зимний период. Также, оказывается, кабан использует и животную пищу. Это могут быть как земляные черви, насекомые, личинки, моллюски, даже рыбы, грузуны, насекомые ядные. То есть получается, у нас кабан всеяден. В среднем две трети всего корма кабан у нас добывает из почвы или лесной подстилки. Рытье – это очень характерный для кабана способ добывания пищи. На протяжении обширного ареала состав кормов кабана существенно изменяется как по значению той или иной группы кормов, так и по видовому составу кормовых объектов. Это зависит от набора кормов в природе, их обилия и доступности. За сутки кабан потребляет от 2,5 до 6 кг кормов. Размеры участка обитания кабана зависят от наличия кормов и защищенности угодий. Летом за сутки группы кабанов, как правило, проходят 4-8 км по прямой. Зимой, в зависимости от толщины снегового покрова, от нескольких сотен метров до 3-5 км. Очень редко, больше. А вот осенью, при неурожае естественных кормов, когда кабаны посещают поля, они совершают переходы по 6-12 км. Значительную территорию занимают одинокие кабаны. Ну а в горных экосистемах кабаны у нас совершают сезонные вертикальные миграции. Они перезимовывают в нижних и средних поясах гор. Там же они обычно проводят и осень. На Дальнем Востоке в случае одновременного неурожая кедровых орехов и желудей в сочетании с высоким снеговым покровом сезонные миграции иногда перерастают в массовые качевки, даже на сотни километров. В Сибири такие непериодические качевки могут быть вызваны лесными пожарами, в Прибалтике – гололедом, а на равнинах Азии – пересыханием озер или палами тростниковых крепей. Ну и мне хотелось бы отметить, что если мы говорим о кабанах, то кабаны, за исключением взрослых самцов и самок, с маленькими поросятами, все-таки ведут стадный образ жизни. Роль кабана в жизни леса, несомненно, очень велика, но изучена недостаточно. И особенно значительно роющая деятельность кабана. Взрыхляя большие площади земли, в лесу, по опушкам и на полянах, кабан у нас способствует заделке семян. И тем самым он у нас, ну если мы говорим о семенах, в первую очередь он нам помогает в возобновлении древесных пород. И здесь очень значима роль кабана в дубравах Европы, в маховых ельниках Тяньшане, ну и так далее. Кормясь личинками майского жука, кабан тоже фактически снижает их численность на 30-40%. Истребляет кабан и сосновую паденцу, и некоторых других вредителей леса. Ну, мне хотелось бы отметить, конечно, что если вспышка насекомых, вредителей, так называемых, очень значительна, то тут, конечно, кабан их остановить не сможет. Ну, еще одно такое необычное животное носит название паркупин. Это второй по величине грызун Северной Америки. Ну, и мне вообще хотелось бы отметить, что если мы говорим вообще о животных, то, если, например, говорим о грызунах, то у нас отличаются грызуны как нового света, так и старого света. Да, например, в новый свет многие представители семейства мышиных не проникают. Среди, например, животных, которые можно встретить в новом свете, это, например, белоногий хомячок, который вы как раз и видите. Иногда его называют белоногая мышь. Обычно еще некоторые виды грызунов. Одни из общих с Евразией родов, другие из экзотических для европейцев родов. Ну, в Америке также очень разнообразны бурундуки. Их около, встречается около 22 видов. Ну, и, наконец, давайте вновь вернемся к паркупину. Ну, так вот, мне хотелось бы сказать следующее. Что экологических эквивалентов в старом свете, конечно же, нет у древесного дикобраза паркупина, который является представителем особого специфического семейства, свойственного новому свету. Паркупин широко населяет не только широколиственные, но и другие леса от Канады до Мексики. Так вот, паркупин – это второй по величине грызун в Северной Америке после бобра. Длина его тела 60-90 сантиметров, толстый хвост до 30 сантиметров длиной, а масса 5-14 килограмм. Тело с головы до хвоста покрыто желтовато-белыми зазубренными иглами до 30 тысяч штук с черными или коричневыми концами. Остевые волосы несколько длиннее игл. Контрастная черно-белая краска, которую мы здесь видим, предупреждает потенциальных нападающих об опасности. Итак, мы говорили о том, что паркупин достаточно широко распространен. Но все-таки предпочитает он хвойные и осиновые леса. В разных районах паркупины могут жить как преимущественно на деревьях, так и логовых, собираясь на деревья только для кормления. Ну, конечно, сколько времени проводит паркупин на земле, зависит от количества хищников и плотности съедобной надземной растительности в районе. Образ жизни преимущественно у паркупина одиночный. Хотя зимой паркупины очень часто селятся по несколько особей в одном убежище и кормятся группами до 20 особей. Активен он круглый год, по ночам. Питается паркупин всеми видами растительной пищи. Корой, желудями, молодыми листьями, травами. И особенно он любит яблоки. Часто он может грызть по несколько дней одно и то же дерево, например, сахарный клён. А ещё паркупин не откажется от соли. Паркупин оборудает очень своеобразной системой защиты. В случае опасности, в первую очередь, он, конечно же, стремится забраться на дерево. Но, если это невозможно, паркупин принимает защитную позу. Угрожающе поднимает иглы и начинает бить со стороны, бить из стороны в сторону хвостом, одновременно щёлкая зубами. Поднявшиеся иглы сидят непрочно. И это, конечно же, позволяет дикобразу быстро освободиться, если хищник всё-таки нападает. Поэтому мало какие хищники связываются с этим удивительным дикобразом. В первую очередь на него охотится пума. Ну и, вновь возвращаясь к этому удивительному животному, мне хотелось бы отметить, что они, конечно же, не так велики, как другие дикобразы. И дикобразы нового света, в отличие от настоящих, называют иглошорстными. Ну и паркупин, конечно же, один из самых интересных видов. Ну и среди хищников, которые охотятся на этого дикобраза, кроме пумы, иногда пробуют на него охотиться рысь и куница рыболов. Также не оставляют без внимания паркупина и собаки. Если мы говорим, опять-таки, о новом свете, то в Америке очень широко, в широколиственных рисах и распространён всеядный апоссум. К семейству апоссумов относятся самые примитивные сумчатых. Все ныне живущие его представители населяют Америку. Ископаемые формы, известные из третичных отложений Европы. Американские апоссумы имеют архаичную зубную форму, полный ряд рисцов, хорошо развитые клыки. Например, апоссум в Виргинске населяет восточную половину Соединённых Штатов, а также южную часть Тихоокеанского побережья этой страны. А ростом апоссум с домашнюю кошку, с короткими лапами, острой светлоокрашенной мордой и голыми ушами с розоватыми кончиками. Хвост почти голый, длинный, хватательного типа. Общая окраска обычно серая. Изредка попадаются чёрные зверьки. Длина тела 36,53 сантиметра. Масса от 1,6 до 5,7 килограмм. Ну, ещё одно животное, которое мы можем встретить, это белоногий хомячок. О нём мы уже с вами говорили. Ну и, наверное, ещё, если говорить о птицах, то определённый интерес представляет такая птица, которая называется дубонос. Ну, и здесь мне хотелось бы отметить следующее. Итак, я говорил о том, что в широколесных экосистемах ярусность выражена значительно лучше, чем в хвойных лесах. И поэтому в этих экосистемах существует разнообразный по способу гнездования птицы. Примером птицы с резко выраженной специализацией является дубонос, который питается почти исключительно семенами косточковыми древесных и кустарниковых пород. Дубонос сам величиной со скворца, ну, короче, плотного телосложения и с большой головой. Особенно он легко отличим по чрезвычайно массивному, толстому, конической формы клюву, который незаметно сливается со лбу. Оперение самца весной очень красиво. Лоб, дымя и затылок светло-коричневые, шея серо-розовая, а плечи каштаново-бурые. Самка похожа на самца, но окрашена она в более тусклые формы. Распространен дубонос в умеренных широтах Европы и Азии, от Англии до Японии, а также в Северной Африке и Северной Индии. Селится он в смешанных лесах, рощах, садах и парках. Уже в апреле дубоносцы начинают строить гнезда. Дубоносцы – это зерноядные птицы. Питаются они семенами косточковых плодово-ягодных растений, а также семенами клёна, липа, липы, ясеня, ольхи, гороха, кукурузы, подсолнечника. Едят они и насекомых. Ну и ещё, что мне хотелось бы сегодня вам рассказать, ещё об одном организме, без которого тоже трудно представить широколиственные леса – это муравьи. Если говорить о муравьях, то, во-первых, муравьёв очень трудно классифицировать. Дело в том, что встречаются очень большие виды двойников и гибридов. Муравьи – общественные насекомые, которые обитают на земле и деревьях по всему миру, кроме Антарктики, Исландии, Гренландии и некоторых далеко отдалённых от континентов островов. Среди муравьи также являются очень важной группой хищников, которые встречаются в неморальных биоцинозах. Ну, конечно же, в основном это имеется в виду крупные виды муравьёв, которые достаточно широко распространены в северном полушарии. Муравьи фактически влияют на населяемую им среду. В лесах умеренного пояса они перемещают очень большое количество грунта, и их перемещение сопоставимо даже с деятельностью земляных червей. И поэтому, конечно же, муравьи имеют очень важное значение в широколиственных экосистемах. Ну, а в следующий раз я продолжу вам рассказывать об экосистемах широколиственных и смешанных лесов, а также мы с вами поговорим о такой экосистеме, как степь. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова